Для тех, чья юность пришлась на 90-е годы, эти люди почти что семья, родные лица и любимые голоса только-только появившихся в нашей стране музыкальных каналов, которые раскрасили жизнь новыми красками. Вспомним любимых виджеев и посмотрим, чем они заняты сейчас. Ведущий MTV и Муз-ТВ тогда и сейчас. Александр Анатольевич, лицо новостных музыкальных блоков MTV, человек вдвое старше своей аудитории, стал для нее своим, не изменяя своему серьезному имиджу. Его слова были вескими, а внешний вид суперстильным, что при наличии солидного имени-отчества превратило его в поистине уникального виджея. Сегодня умник и красавец Александр Анатольевич – гордость студентов Митро, где преподает мастерство телеведущего, а еще учит имиджу и стилю в аудио-школе диджей-грува, выступает диджеем в клубах и участвует в теле- и радиопроектах. Привет, вы смотрите Ньюсблог MTV. Антону Камулову и Ольге Шелест следовало бы выдать особую награду от Министерства образования. Опа, а мы уже в прямой эфире. Ну, наконец-то началось. Потому что их искрометное бодрое утро на MTV поднималось по заранку даже самых отъявленных сов. Пусть кто-то и прогуливал первый урок, чтобы досмотреть до конца, зато потом в школу не тащились, а бежали. Скорее посмаковать с друзьями увиденное и услышанное. Когда Камулов и Шелест феерически бесились на MTV, им было чуть за 20. С тех пор они не утратили ни дружбы, ни юношеского задора. Творческий дуэт Камулова и Шелест продолжает радовать теперь уже взрослых поклонников с их взрослыми проблемами. Например, в программе «Свежий воздух» на канале «Мама». Ладно, посмотрим. Когда Антон Камулов и Ольга Шелест были уже настоящими звездами MTV, Иван Ургант только начинал свой путь телеведущего. В 99-м году будущего шоумена взяли одним из соведущих в программу «Бодрое утро». Восторгу Вани не было предела, но некоторое время ему приходилось совмещать работу в Москве и родном Санкт-Петербурге. В итоге вся скромная зарплата молодого человека уходила на передвижение между двумя столицами. Однако это не мешало Урганту проявлять в утренней программе свой фирменный искрометный юмор. Спасибо огромное. Когда Анжелика Варум дома поет, мыши из всего дома приходят. Послушайте, кто это поет? Такое интересное. Какие собираются? Давай. Работа на MTV открыла Ивану дорогу на центральное телевидение. Некоторое время Ургант работал на проекте «Народный артист». Затем он помогал своему отцу Андрею Урганту в шоу «Большая премьера». Постепенно участвуя в разных проектах, Иван стал одним из лиц Первого канала. В 2012 году Иван запустил собственное шоу «Вечерний Ургант», которое и по сей день выходит на Первом канале. И на программу нашу я вместе с ним спешу. А ну-ка спой, Аркаша, а то ведь придушу. Василий Стрельников «Человек-легенда» и «Человек-праздник». Василий Стрельников, друг прогрессивной молодежи. Один только голос, которого мигом избавляет от хандры. Сначала озвучивал MTV за кадром, и только потом, подобно чеширскому коту, материализовался в программах по заявкам «Weekend Caprice» и «Тихий час» с соответствующей улыбкой и морем хулигански обаятельного остроумия. Доброе утро, дети. Улыбайтесь, это всех раздражает. Звязание! Васины фирменные фразы и слоганы обрели культовый статус. Он и сегодня блещет ими в своих трехчасовых пиратских радиошоу «Василий Уикенд на майке». Все так же полных позитива и отличной музыки. Идеалистически спокойная, милая Лика Длугач вела программы «Дневной и вечерний каприз». Двадцатка самых-самых и, может быть, благодаря своей бесконфликтности обладала каким-то поразительным умением во время интервью настроить себя и зрителей на одну волну, даже с самыми труднопостижимыми собеседниками. Сегодня Лика возглавляет свадебный глянцевый журнал «Вэддин». И как эксперт по правильному питанию ведет кулинарные программы на телеканале «Мама». У нее трое детей. С младшим сыном и дочкой она ведет программу «Детское меню». Привет и добро пожаловать на программу «Стилисима». Меня зовут Таня и я обещаю, что сегодня скучать вам не придется. Благодаря Тане Геворкян и ее программе «Стилисима» на MTV тинейджеры узнавали про самые модные тренды и внимали музыкальным кумирам, которые прямо в магазине перед камерой примеряли на себя вещи и оценивали их. Таня представляла на канале хит-парад «Русская десятка». Вместе с Антоном Камоловым играла в новейшие видеоигры в программе PlayStation. А также рассказывала все самое интересное про легендарные рок-группы «Высшей пробе». Уже в нулевые она вела шоу с Иваном Ургантом. Причем, в отличие от «Шелест» с Камоловым, они были парой и в жизни. Хотите увидеть нынешнюю Татьяну Геворкян на ТВ? Запросто. Она регулярно ведет новости культуры. Всем привет, это MTV России. Меня зовут Тутта Ларсен. Пожалуй, самая неформальная ведущая той эпохи Тутта Ларсен опровергла миф о том, что девушка в неженственных гранжевых шмотках, с кольцом в носу и дикой прической – это непременно чучело. Она была обходительной и интеллигентной, в меру забавной и обаятельной. Фактически создала новый формат интерактивного телевидения. Новостные блоки, чарты, интервью, ток-шоу, игры – Все это собралось в ее богатой копилке за 10 лет работы на MTV. Тутта и сегодня создает новое. Ведет собственный интернет-проект в формате субъективного телевидения. Под девизом «Смотрите то, что вам интересно, когда вам это удобно и где вам удобно». Здравствуйте! И знайте, что я вас всех вижу! Яна Чурикова пришла на MTV 20-летней студенткой журфака МГУ и привела в легендарную студию простых парней и девчонок с улицы, чтобы прямо в эфире вместе с ними смотреть, обсуждать и оценивать клипы. Программа «12 злобных зрителей» сразу стала популярной благодаря формату веселых дружеских посиделок и чувству личной сопричастности, которая рождалась у людей перед экранами. Сегодня Яна не только одна из самых известных в России телеведущих, но и директор обновленного канала MTV, теперь уже платного. 12 злобных зрителей сидят у нас сегодня в студии. Их 12, они злобные, у них есть право одобрять и запрещать клипы к показу на MTV. Карьера Ирены Понарошку на MTV началась в 2005 году, когда она пришла на кастинг программы «12 злобных зрителей». Несмотря на возраст, а ей было всего 16 лет, Ирену пригласили стать ассистенткой телеведущего, а затем и продюсера на канале. Вскоре никому неизвестная девчонка стала популярной ведущей таких программ, как «Ночной флирт», «Сводный чарт», «Тотальное шоу», «Русская десятка», «Клиника Понарошку». В апреле 2013 года покинула телеканал MTV Russia, который месяц спустя прекратил свое существование. Одновременно с работой на MTV вела «Утро» на ТНТ и «Звезда онлайн» на телеканале «Звезда». Сейчас Ирену можно увидеть на канале «Мама». Пионер и ярчайшая красавица Муз-ТВ «Аврора» отработала на канале больше 11 лет, вела программы «Клипомания» и «Хитпарад-20». Покидая его, сказала, что все эти годы были замечательными, но теперь хочется работать в более серьезных и взрослых проектах. Недавно вместе с другими бывшими коллегами провела грандиозный концерт в Кремле в честь 20-летия Муз-ТВ. Как и другие девушки-экс-Виджеи, нынешняя «Аврора» посвятила себя женским телепрограммам. Говорит, что это ее поле и ей их вполне хватает. Кроме того, вместе с мужем основала модный бренд и интернет-магазин. Итак, это программа «Клипомания», меня зовут «Аврора», ну а в самом начале на... Сашу Пряникова называют лицом Муз-ТВ. Да и сам он в своей биографии пишет именно так. Он пришел на канал в 27 лет. Саша вел программу «Русские пряники», которая затем перекочевала с ним в эфир «Русского радио». В нулевые он также успел поработать на MTV в паре с Туттой Ларсен. А сейчас его можно увидеть на телеканале «Моя планета». Одна из самых юных виджеев Муз-ТВ Дарья Суботина запомнилась зрителям как самая романтичная девушка канала. После музыкального периода своей карьеры объездила весь мир в качестве ведущей программы о путешествиях. Работала на «Домашнем» и «НТВ». А потом три года просто наслаждалась жизнью на острове Бали. Сейчас снова в Москве. Периодически пишет в глянце колонки об отношениях. Оказывается, не только отечественные артисты любят петь футфол. Еще раз. На Муз-ТВ Маша Малиновская не была в числе первых. Но попав на канал в начале нулевых, стала одной из главных звезд. И уж точно самой сексапильной ведущей. Ее программы легко угадывались по названиям. «Сиеста», «Хит-парад», «10 секси», «Шоу-соблазны». Мужские журналы величали ее одной из самых красивых и желанных женщин страны. И сражались за право сделать с ней эротическую фотосессию. С тех пор Маша успела потусоваться с Жириновским в ЛДПР, побывать замужем, родить сына, выпустить книгу «Мужчины, как машины» и даже начать петь. Нередко она выступает по клубам-диджеям. Как и Яна Чурикова, которая осталась верна МТВ, Лера Кудрявцева уже 20 лет служит каналу Муз-ТВ. Причем по-прежнему работает в эфире, ведет выпуски «10 самых». А также собственное провокационное шоу, в котором задает звездным гостям самые пикантные и неожиданные вопросы. И, конечно, неизменно проводит ежегодные премии Муз-ТВ. А кто из виджеев наиболее симпатичен тебе? Пиши в комментариях и голосуй в нашей группе ВКонтакте. Ссылка в описании. На этом все. Удачи!